Виктор Павлович Лебедев, который был в первом составе нашей «Умной пятницы», он читал там про секс после, секс в преклонном возрасте, после 25-ти. Виктору Павловичу была скучна эта тема, и он сказал, можно я поменяю тему, но поскольку он один из таких со-кураторов нашей «Умной пятницы», ему можно все, и потом мы пользуемся его проектором, не могу я ему отказать, он сразу отберет и накроется «Умная пятница», так он пришлось поменять секс после на фетишизм. Что делать? Он меня шантажировал. Встречайте Виктора Павловича Лебедева, известного фетишиста. Начнем с парашютеечек, которые затрудились. Алина меня спрашивает, Виктор Павлович, по поводу психиатра-фетишиста, говорит, «Виктор Павлович, вы фетишист?» Я говорю, нет, она такая, «Психиатр ответ». Да, вот, типа туда, все вот эти лавры, вот эту шутку. Вот, а по поводу предыдущей лекции я с Джейом поговорил сейчас, и я понял, что, в принципе, когда у тебя, когда ты вот шкалу Кинси используешь, сказать, что ты полный ноль по шкале Кинси, это как бы довольно круто, мне кажется. Вот эта шутка тоньше, и не все над ней посмеялись. У меня, короче, такая история, тоньше, да. Не тоньше, нет? Толще. Надо быть более позитивнее к шуткам, я считаю. Да, здравствуйте, вот. Я добрался, я доехал, тут волновались немножко, доеду я или нет, но я доехал. Ну, вообще, да, я сегодня буду рассказывать про фетиш, но я буду рассказывать вообще, в принципе, наверное, вот как в прошлый раз я говорил про такое человеколюбивое отношение к сексу. Вот, сегодня я тоже в конце, там у меня будет лирическое такое отступление. Я надеюсь, оно вам зайдет, и вы поймете, к чему я все это рассказывал, на самом деле, эту лекцию. Вот, но я люблю всегда поиграть с залом, спросить вообще, какой предмет, что мы вообще обсуждаем. И поэтому у меня будет к вам вопрос вообще, как вы считаете, что такое фетиш? Мне тут сказали, что правильно говорить фетиш, но все равно, мне пофигу, я все равно буду говорить фетиш. Типа, грамотность — это не мой конек. Это не ваш фетиш. Грамотность — это не мой фетиш, хорошо. Кто-нибудь отберите у Алины вино. Да, давайте, есть какие-нибудь варианты, что вообще, что такое фетиш? Увлеченность. Фетиш — это увлеченность. Хорошо, так. В каком смысле, в медицинском или в геософском? В медицинском, ну, в сексологическом. А, тут есть ответ. Нет, ну, это, получается, то, без чего объект не представляет для себя нормальным и полноценным совершение акта любви. Хорошо. Вот, допустим, без туфель ему как-то и не интересно, пусть даже и баба пострашнее. А если как бы... Вот. Но зато, если красиво, но без туфель, ему как-то и не задорно. А мужик в туфлях тоже ничего. Так, ладно, еще варианты есть какие-то? Зря я задал этот вопрос. Зацикленность на чем-то. На самом деле вы все одинаково все близки к ответу, потому что... Это когда определенный предмет вызывает в человеке чувство сексуального возбуждения. А обязательно ли это должен быть предмет? Нет, действительно. Ну, нет, ну что? Что-то. Деньги, например. Деньги вызывают у меня сексуальное возбуждение. Нет, нет. Говорит, Алина. Я сексуал денежный. Денежный сексуал. Хорошо. Хорошо, считайте. На самом деле вы все близки к правильному ответу, но всегда надо помнить, что фетиш... Это шестой студийный альбом Лолиты Милявской. Живите с этим. Я когда это узнал, меня очень порадовало это все. Я могу просто задержать эту картинку для вашего женского удовольствия. Ну, может быть, не только женского. Смотрите. Не-не, альбом-то хороший, хоть стоит послушать. Вот по вашему мнению. Знаете, мне кажется, альбом это какая-то задница получился. Ты слушал? Нет, но я его не слушал. Пастернака не читал, но осуждаю. Да, фетиш — это объект сексуального интереса, прежде всего. Как правило, это неодушевленный предмет или часть человеческого тела, которое вызывает у человека сексуальное возбуждение. И мы, если мы говорим не про… Вообще мы подразумеваем, что возбуждение у нас вызывает человек целиком. Как бы. По уму. А такое вот отношение, сексуальное отношение к определенной части человеческого тела называется сексуальный парциализм. Самый распространенный пример сексуального парциализма именно в плане фетиша — это фуд-фетиш. То есть, если вы вдруг угораете по этой теме, то напишите мне в личку. Вот. Я думал, эта лекция будет серьезнее. Надеялся, да. Во что-то я верил еще. Вот. Да, то есть это… В общем, вы знаете, что это бывает очень приятно. Вот. А фетишист — это человек, который, собственно, испытывает пристрастие к фетишу как таковому. То есть, в принципе, по большому счету, вы, если у вас какая-то деталь одежды или какая-то деталь человеческой внешности вызывает сексуальное возбуждение, то, в принципе, вас можно уже потихонечку начинать называть фетишистом. Ну или, по крайней мере, если она усиливает значительно возбуждение, то это тоже фетишизм. И это, в общем, норма. Я буду про это говорить. Значит, вообще, какими бывают фетиши, как вы думаете? Разнообразные. Да. Чувствуется, что человек сдавал кандидатский минимум по химософии. На алтону. Да, так. На алтону. Типа того. Давайте. Ну вот фут-фетиш, да, мы с него начали. Это тяга, сексуальная тяга к ногам, чулкам, носкам, обуви. Да, то есть вот к таким вещам. Это могут быть, если говорить дальше про сексуальный парциализм, это могут быть волосы. Есть фетиш на определенный, там, допустим, цвет волос, на длину волос, на прическу. Да, то есть есть фетиш на, как ни странно, в поисках... С этим вопросом я обратился в интернет, знаете. Вот. Есть, оказывается, фетиш у людей на ногти. Да, то есть я, ну, одна моя знакомая рассказывала, как она встречала, значит, с молодым человеком, который говорил, мне очень нравятся девушки с длинными накрашенными ногтями, она так руки так, что у нее такие всегда красные, яркие ногти, она такая, чтобы у парня не это не завело лишний раз, потому что они встречались по бизнесу, вот. Ну, сделка у них не получилась, может, потому что она руки убрала. Вот. В итоге такая, да, была история. То есть это ногти. Как ни странно, фетишом может быть пупок тоже. Ну, опять же, я не осуждаю, да, то есть у людей разные бывают предпочтения. Кроме этого, фетишизм может включать в себя пристрастие к определенным тканям, то есть, например, это могут быть какие-то шершавые ткани, то есть вот проведение там шершавой тканью или шелковой ткани там по определенному, по пупку, например, да. Ну, то есть, в принципе, по телу, да, ощущение касания человека может возбуждать как таковое. То есть не обязательно там это должен быть определенный фасон белья, но это может быть определенная ткань белья. Вот. Это может быть одежда, то есть, например, это может быть форменная одежда, да. Это может быть военная форма, да, типа я люблю военных красивых, здоровенных, вот это вот все. У меня есть знакомый, который не может пройти мимо, не может как бы спокойно воспринимать девушек в форме. То есть, прям видно у него, прям начинает течь слюна. Возможно, не только слюна, я не знаю. Вот. Но, как правило, это может сейчас быть мне приятно. Иногда это врачебный халат. Никогда не встречался с таким фетишем. И, как правило, речь идет именно о настоящей форменной одежде, о настоящих предметах, о настоящих артефактах, а не о стилизованных костюмах из секс-шопов. Это именно конкретная история, когда люди приобретают целый комплект, специально все это собирают. Это прямо такое увлечение, и у людей могут быть даже целые коллекции для реализации своих сексуальных интересов. И это, в общем-то, нормально. Мне кажется, после этой лекции вас тошнит от слова «это нормально». Важный вопрос вообще, откуда берется фетиш? То есть почему-то так появляется, что людям начинает нравиться что-то такое напрямую с сексом не связанное. Как вы думаете? Приятные воспоминания какие-то? Приятные воспоминания. Какие-то баги при воспитании? Баги при воспитании. Ну, типа ошибки. Я знаю, что такое ошибки, да. Возьми, как раз, публика тоже достаточно прошаренная. Вы знаете, что это приятные воспоминания? Мне просто интересно, что вы имели в виду? Что-то из детства, что-нибудь такое. А вы что-то из детства? Что-то из детства. Что-то из детства, всем родом из детства. Это хорошо. Так. Что-то запрещенное или недоступное? Что-то запрещенное или недоступное. Не надо так на меня смотреть. Есть фетиши, когда человек просто уходит от ответственности. Вот ему нравится быть в подгузнике. Взрослый человек. Он такой. Да, фетиш на подгузнике есть такая история, да. Это есть такое, да. Согласен. Что? Фантазии. Это берется из фантазии, говорит нам девушка на первом ряду. Томным голосом. Смотрите, фетиши появляются, фетишизм как правило возникает именно в момент полового созревания, то есть когда формируются как раз половые привычки, половое влечение. И мы знаем, что существует скорее всего несколько механизмов, и они могут быть продублированы, они могут несколько перекрываться, сочетаться, но один из механизмов – это сексуальный импринтинг, сексуальное запечатление. То есть когда первый сексуальный опыт человека был связан с каким-то ярким, первый сексуальный опыт или опыт возбуждения или опыт оргазма, был связан с каким-то событием, допустим, или с какой-то деталью одежды, или с какими-то условиями. И у человека это может запечатлеться, и у него формируется в мозге устойчивая связь между внешними условиями и как раз его внутренним ощущением, самоощущением именно сексуального возбуждения. Это также может быть какое-то первое эмоциональное, по большому счету, такой очень теплый эмоциональный контакт, именно во время секса не обязательно – это первый сексуальный опыт. То есть это вот такое совмещение факторов. Второй момент – это обуславливание. Оно, в принципе, очень похоже на сексуальный импринтинг, но сексуальный импринтинг, он, как правило, связан с разовым событием. Обуславливание – оно связано с повторяющимися событиями. То есть, теоретически это может выглядеть так, когда в отношениях, в первых, пара занимает сексом в определенных условиях, потом эти отношения распадаются, и человек испытывает уже влечение, особенно сильное, именно в этих условиях. Фетишизм – норма, когда есть возможность осуществлять половой акт другими способами, в других условиях. То есть само наличие фетиша не является обязательным условием, но приятным дополнением, серьезно усиливающим возбуждение. Если без фетиша, то на спокойной скорости это все развивается, если есть фетиш, то по щелчку буквально. То есть очень быстро развивается возбуждение, хотя обычно быстрее, чем без фетиша срабатывает фетиш. Причем, кстати, сексуальный импринтинг, если к нему вернуться, то он вообще очень близок к романтическому импринтингу. Вспомните такую историю, как влюбляться в людей схожей внешности. Многие, наверняка, это на себе испытывали. Или, допустим, людей определенные… Нравятся там военные, опять военные. Господи, что сегодня такое? С праздником! Спасибо, спасибо, вы меня спасли. Именно поэтому я думаю о военных, а не про чего-нибудь еще. Очень плохо все. Вам просто старшины не хватает. Нормального. У тебя просто старшины нормального не было, да. Хорошо. Младший лейтенант – мальчик молодой. Ладно, мне тоже старшинами не везло. Так. Такая как бы насмазка откровения началась. Вот. И третья группа, которую можно описать, это так называемые естественные фетиши. То есть, в принципе, если вот эти фетиши, большая часть фетиши, они как бы не заложены у нас в природе, то у других, они тоже, в общем-то, не заложены, но потенциально они в нас, ну, как бы спят. То есть, они могут быть использованы, могут где-то быть разбужены. Первый фетиш, как ни странно, не странно, что мне кажется, вы уже догадались, что это будет за фетиш, это фут-фетиш. Потому что есть история про то, что у нас в коре головного мозга есть отдельная часть, теменная кора, которая отвечает за восприятие сигналов от тела, да. То есть, и вот тот отдел темной коры, который отвечает за восприятие сигналов от половых органов, он очень близок к тому отделу, он прилегает прямо к тому отделу, который отвечает за восприятие сигналов от стопы. Да, то есть, в принципе, от ступни. И из-за перекрестных связей, из-за близко расположенных этих областей, из-за того, что сигналы могут спокойно перетекать из одного отдела темной коры в другой, именно может сформироваться такая устойчивая связь между рассматриванием ног, игрой с ногами и возбуждением, которое в итоге проецируется на наши половые органы. Вот может быть этот фетиш может срабатывать так. То есть это самый такой нейробиологически объясненный фетиш, поэтому я о нем говорю. Второй момент — это фетиш, связанный с физическими наказаниями, в частности с поркой. В принципе, я не буду очевидно говорить о том, что как таковая сила и проявление власти в играх в постели, они довольно чисты, в принципе, какие-то мягкие элементы БДСМ многие пары используют. Тема подчинения, не обязательно это подчинение женщине, мужчине, это может быть как раз наоборот. Но здесь есть такой момент, что именно за счет того, что наносятся удары по ягодицам, по бедрам, из-за этого может происходить дополнительная стимуляция, так как, в принципе, эти же зоны близки как раз к зонам сенсорных половых органов в коре головного мозга. То есть, в принципе, тут возбуждение, но мозг не всегда различает боль и удовольствие. Ну и мы, собственно, с вами живем в России, тоже это прекрасно понимаем. Вот. Поэтому действительно порка как таковая, она может даже, есть описаны сексологами такие случаи, когда порка как таковая, физическое наказание у ребенка вызывает именно сексуальное возбуждение в итоге. То есть он фиксируется на этой связи между сексуальным возбуждением во время порки. И тут мы видим, что это может быть и импринтинг, половое запечатление, и может быть это, в общем-то, обуславливание внешнее. То есть когда формируется связь между физическим наказанием и сексуальным возбуждением. То есть, в принципе, это тоже такая история. Фетиш – проблема ли это? Фетиш – это не проблема, если есть другие способы реализации полового акта, если, в принципе, другие способы доступны. Если это единственный способ реализации, тогда да, тогда это уже становится проблемой. Но в большинстве случаев фетиш – это просто способ усилить сексуальное возбуждение, но никак не единственный способ его реализовать. То есть это игры, это, в общем, такая история, связанная скорее с партнерской нормой, насколько второй человек или третий. Все зависит от вашей фантазии, конечно, и от того, как вы договоритесь. Или вся команда. Или вся команда, да? Как это бабушка говорит внучке о том, что должна быть большая и чистая любовь на всю жизнь. Внучка спрашивает бабушке, бабушка, какая была у тебя большая и чистая любовь одна на всю жизнь? Она говорит – моряки. Эх, моряки. Эх, моряки. А, ну, вам виднее. Жиза как бы такая поехала. Вот это, мне кажется, надо сделать своим фамильным девизом. Вот. И в конце хочется рассказать одну историю. Там, я не знаю, сколько у меня там времени уже прошло. Еще две минутки. Две минутки есть. Длиннее будет, чем две минутки. Вот. Ну, так уж я устроен. Спасибо. Вот. История следующая. По поводу того, что фетиш не всегда бывает отделим вообще, в принципе. И вообще норма в сексе – это довольно очень, ну, действительно размытая история. И нам к этому надо относиться очень аккуратно и уважительно. История следующая. Жил-был, вернее, так, давайте я начну ее с конца, скорее всего. На одном, значит, на одной психиатрической комиссии в одном из городов нашей необъятной родины, я сразу скажу, что это не Петрозаводский, вы можете этот случай найти в литературе, он широко описан. Одна женщина, инвалид, без ног, она рассказала такую историю, что был у нее, значит, любовник, которого она знала очень-очень давно. И на вопрос комиссии, как они познакомились и что вообще это было за историю, она рассказала следующее. Сидела она как-то в парке, значит, на коляске, каталась где-то, она в каком-то отдаленном, значит, уголку парка находилась, и вдруг заметила парня, который, ну, откровенно, с какой-то откровенно очевидной, понятной целью подходил к дереву. То есть у него в руках была веревка, и он ее не замечал. Вот. И он захотел повеситься на этом дереве. Она его подозвала, она сидела, значит, на кресле, он сидел на скамейке, они начали разговаривать, что с ним не так, что случилось, что его привело вот к этому трагическому событию в данный момент. И он ей рассказал, что, ну, он студент ПТУ тогда был, и, в общем, сложно у него выстраивались отношения с женщинами, они были, в общем, грубоватые, не такие нежные, как ему хотелось бы, и каждый раз, когда он пытался, значит, войти в связь с очередной ПТУшницей, вот. Напоминает студенческие годы мои фразы. Вот. Он, значит, терпел фиаско. Был недостаточно тверд в своих намерениях, как мы говорили в прошлый раз. Вот. За что был осмеян неоднократно, и, наконец, критической массой это все достигло, и он решил, значит, свести что-то с жизнью. Она ему, значит, начала его утешать, что вот он такой весь бедный, и так ему тяжело, и, в общем, она его заговаривала-заговаривала. Потом он в какой-то момент сказал, что, ну, ей холодно, потому что дело было осенью, она сидела, значит, на кресле, он сидел на скамейке, и, в общем, так получилось, что он говорит, что да, мне холодно, и он взял ее на руки. И так получилось, что она как-то осознала, что не так уж он и не тверд в своих намерениях относительно женщин. И как она говорит, что вот прямо тут же на этой скамейке у них состоялся, значит, акт душевного и телесного единения. Вот. В последующем он ее навещал в ее общежитии, и она ему говорила, что... А он, значит, выпустился из ПТУ, стал инженером, то есть очень серьезным человеком на своем заводе. И она ему говорила, что тебе, мол, как бы не надо ко мне ходить, потому что, ну, это очень низкостатусная любовница, да, без ног, поэтому ты найди себе кого-нибудь получше, потому что ты со мной семьи не построишь, а, ну, вот как-то строй свое счастье без меня. И он пробовал, и у него опять не получалось, потому что опять попадались какие-то грубые женщины, на что она ему в конце концов, когда он всем этим с ней поделился, она говорит, ну, видать, судьба твоя такая, что ты будешь со мной, потому что с ногастыми у тебя не получается. И вот я, когда читал эту историю, я ее даже на одну из лекций как-то приводил, по-моему, я для себя вот... я согласен с автором книги, в которой она изложена, которая вот... он задает вопрос, вопрос, в общем-то, не риторический, он говорит, что перед нами вот в лице этого мужчины? Это патология или непростой путь к человеческому счастью? И мне кажется, что это как раз второй вариант, непростой путь к человеческому счастью. И действительно, если вам что-то вдвоем нравится, если вам что-то вдвоем, то втроем нормально, и это никому не вредит, и вы при этом как бы соблюдаете все рамки УК и административного кодекса, вот, друзья мои, не стесняйтесь, делайте это и будьте счастливы, если даже ваше счастье за пределами общественного обсуждения выглядит как-то не очень нормально или, как принято говорить, среди молодежи как-то кинково, да, то есть тоже есть такое слово, вот. Поэтому будьте счастливы и делайте себе и другим приятно. Вот. Хорошего вечера. Спасибо. 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 Продолжение следует...